Мы искренне надеемся, что рекомендации за этого ролика вам никогда не пригодятся. Сегодня речь пойдет о том, как разнять драку собак. Честно, к этой теме мы подступали долго и сложно. Лично я этот ролик вообще записывать не хотела. Ведь то, о чем буду сегодня говорить, это не инструкции к действиям. Потому что точных инструкций нет. Но есть рабочие, проверенные на опыте, способы, которые могут спасти жизнь питомца или избежать тяжелых увечий. Об этом в сегодняшнем выпуске. Начинаем! Начну все же с того, что делать, чтобы драку избежать. Если мы говорим про какую-то потасовку, когда происходит какая-то возня, суета, лай, клацание, но вроде еще и не серьезная драка, то, возможно, собаки и не собираются драться. Поэтому помогут самые базовые советы. Первое. Крикнуть. Это должно быть резко, громко, сильно страшно, коротко, низким голосом. В том числе работают и команды, если собака их хорошо знает. Стоп! Нет! Нельзя! Лежать! Ко мне! И другие. Если собака не знает, то просто эй! Второе. Разделить пакетом, рюкзаком, а иногда и самой, и самому можно встать, если понимаете, что для вас опасности нет. Третье. Сделать вид, что что-то сейчас бросите. Но чаще это работает только на бездомных собак. Конечно, есть ситуация, что, например, ничего не провоцировало драку. Шел со своим псом, а собака-убийца просто напала. Но такое бывает скорее редко и вовсе не означает, что при виде других собак нужно срочно тягать своего питомца за поводок или убегать. Но также есть ситуация, где вероятность драки предсказать достаточно легко, если быть наблюдательными. Часто игры с незнакомыми собаками, да и просто знакомство. Лично я стараюсь не подходить к тем, кто идет на натянутом поводке и видно, что заряжен энергией. Собачьи площадки с новыми незнакомыми собаками. Еда, игрушки, ревность, когда хозяин начинает ласкать чужую собаку. Приход в гости, то есть вы привели собаку на территорию к другой. Маленькие пространства, натянутый поводок. Как все перечисленные пункты могут провоцировать собак на драку, заслуживает отдельного ролика и подробного разбора. Дайте знать в комментариях, если тема интересна и актуальна. Постараемся раскрыть в следующих выпусках. И что же делать, если все же драка случилась? Для начала выделю 4 важных пункта. Первое. Всегда необходимо действовать по ситуации. Это к вопросу выбора средств, если есть возможность выбирать. Второе. Также важно помнить, что сначала маску на себя. Поэтому если есть угроза для вашей жизни, то нужно думать именно об этом и спасать себя в первую очередь, а не свою собаку. Третье. Если собак пришлось разнимать, держите лицо как можно дальше от пасти, даже от своей собаки. Так как в переадресации агрессии собака схватит то, что ей подставляют. Четвертое. И, наконец, многие советы будут не экологичными. Но когда речь идет о жизни и смерти, о счет на секунды, то инструменты выбирать не всегда получается. Собственные способы. Первое. Зафиксируйте того, кто ведет себя активно в драке, чаще всего именно он и является инициатором. Или зафиксируйте более крупную собаку. Что я имею в виду под фиксацией? Перекинуть поводок вокруг шеи и натянуть так, чтобы возможности шевелить головой по большой амплитуде не было. Перекиньте поводок вокруг талии и аналогичным образом зафиксируйте собаку. Если в драке собаки слишком подвижны и руки держать у морды страшно или опасно, то начинайте фиксацию как раз в задней части. Потом постарайтесь перейти к передней. Для фиксации подойдет человек, если есть такой рядом. Если нет, привязывать к чему-то. Столб, дерево, забор. Дальше перейти к такой же фиксации того, на кого нападают и ведет себя менее активно, если это вообще необходимо. Если драка среднего уровня тяжести, то этого будет достаточно. Если драка насмерть, то нет. Второе. Следующая рекомендация к экологичным, мягко скажем, не относится. Нужно начинать удушивать собаку-агрессора или ту, которая более активна в драке. Наносит большие травмы. Как это делать за тот поводок, что вокруг шеи? Надо понимать, что я не хочу демонстрировать настоящее удушение на своей собаке. Это неуместно и негуманно в момент не драки. Поэтому дальше поставлю вам уже домашние съемки с подушкой. На ней я продемонстрирую, как поводок необходимо тянуть. Итак, поводок вокруг шеи образовывает удавку. Не используем карабин и ошейник. Только поводок, который стал удавкой как бы. Даем натяжение, петля затягивается. Важно, тянуть нужно не в сторону хвоста. Это очень-очень важно, так как драка только разогреется еще больше, а травмы будут сильнее. Также лучше тянуть не строго вверх, а как бы вверх и одновременно в сторону ушей. Тянем, пока передние конечности собаки не оторвутся от пола сантиметров на пять. И так стоим, пока собака не начнет задыхаться. Не переживайте, вы не убьете собаку, это точно. Ведь как только собака почувствует сильный дискомфорт, она попытается выжить и, скорее всего, отпустит вторую собаку. Важно, не расслабляйте поводок сразу. Оттащите того, кто пострадал. Если это не сильно пострадавший пес, и он тоже нападает, то помните, что он должен быть предварительно зафиксирован. Как только собака отпустит, делаем в таком приподнятом положении шаг два назад, возвращаем лапы собаки на землю. Но не расслабляем карабин, так как может произойти повторная атака, при том уже и на вас. Третье. Вообще тема с асфиксией действительно рабочая. И есть еще один вариант. Если вдруг рядом есть водоем, то взять собак за задние конечности и отнести в воду, погрузить под воду до момента расцепления. Здесь то же самое. Сразу после может произойти повторная сцепка или переключение на вас. Четвертое. Кстати, про задние конечности. Иногда и такой способ может сработать без воды. Взять собак за задние лапы и на раз-два одновременно перевернуть кверху животом. Сработать может, если собаки плюс-минус одного размера. Если разного, то переворот как бы технически невозможен. Пятое. А теперь тоже кстати, но про воду. Иногда может помочь холодная вода резко налить на собак много, как бы выплеснуть, желательно сильно холодной. Первое. Растягивать собак, так как травмы могут быть только больше. Если одна собака держит другую или обе друг друга, то ни в коем случае не тяните собак, пока есть удержание. Растаскивать надо только в ту секунду, когда удержание закончилось. Второе. Не разжимайте челюсти своими руками. Слишком высокий риск быть травмированным, а также переадресация агрессии на вас. Если вопрос жизни и смерти, то разжимать пасть нужно железной палкой, но вряд ли такая будет под рукой. Плюс уж я молчу про то, что зубы повредим. Думаю, в этот момент не до этого. Третье. Нельзя подставлять свою жизнь опасности. Помните об этом. Четвертое. Если драка средней или легкой тяжести, то бить нападающего может и сработает, хотя оно очень высокий риск, что агрессор переключится на вас. Если драка насмерть, то удары хоть чем агрессора сделают его еще более жестким и настойчивым. Какие правила важно соблюдать, чтобы из-за драки вашего питомца не угодить под штрафы и судебное разбирательство? И напротив, если ваш питомец стал жертвой нападения другой собаки, на какую компенсацию вы можете рассчитывать? Советы юриста. Следует помнить, что по законодательству собака является имуществом. И, соответственно, применяются нормы законодательства о возмещении вреда, причиненного имуществу. В соответствии с гражданским законодательством, вред, причиненным вашему имуществу собаке, подлежит возмещению в полном объеме. Тем не менее, если хозяин другой собаки докажет, что вред вашей собаке был причинен не по его вине, например, его собака находилась на поводке, а ваша являлась инициатором драки, и вы нарушили правила выгула, то он будет освобожден от обязанности возместить вам вред. Итак, если ваша собака пострадала, то следует предпринять следующие действия. Первое. Обратитесь в полицию по телефону экстренных служб. Второе. Если вы получили повреждения, обратитесь в медицинское учреждение, зафиксируйте повреждения и получите соответствующие выписки. Третье. Вне зависимости от степени повреждений вашей собаки, обратитесь в ветеринарную клинику и сообщите, что ваша собака пострадала во время драки. Если ваша собака серьезно пострадала, обращайтесь как можно быстрее. Может быть даже в ущерб следующим рекомендуемым действиям. Помните, иногда время идет на секунду, терять их нельзя. Обязательно возьмите в ветеринарной клинике выписку, в которой будет указано, какие повреждения были нанесены вашей собаке. Проверьте, чтобы в документах кличка собаки, имя ее владельца и иные данные, чип, клеймо, особенности собаки были указаны верно. Зафиксируйте повреждения ваших личных вещей, порванная одежда, другие личные вещи. Не выкидывайте поврежденные вещи и не спешите их стирать. Они могут понадобиться при проведении судебной экспертизы. Если есть свидетели, возьмите их данные, телефон, фамилию, имя, отчество и другую информацию. Собирайте чеки, в том числе на препараты, которые назначит ветеринарный врач вашему питомцу. Потребуйте в ветеринарной клинике лист назначения с подписью ветеринарного врача. Если ваша собака в результате драки погибла, то как бы это ни было сложно, передайте ее тело на паталантно-котомическое исследование. Вы можете в судебном порядке потребовать хозяина другой собаки. Компенсация расходов на лечение вашей собаки и вашего лечения. Возмещение стоимости испорченных вещей. Возмещение стоимости вашей собаки, если она погибла. Или части стоимости вашей собаки, если она утратила какие-то свойства. Например, племенная собака по причине травм не способна иметь потомство. компенсации морального вреда, возмещение иного вреда, если он был нанесен. Также важно помнить, что в зависимости от действий хозяев собак к ним могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Искренне желаю вам не столкнуться с ситуацией, когда рекомендации из этого ролика придется применить. Но даже если вы работаете с поведением своего питомца, нельзя быть уверенным в поведении других собак. Поэтому лучше быть вооруженными знаниями. Если вы замечаете в поведении своей собаки признаки агрессии, гипервозбудимости, неуверенных питомцев на прогулках, рекомендую посещать наши бесплатные вебинары и интенсивы, как раз направленные на работу с указанными проблемами. А комплексная работа с поведением собаки, воспитание и обучение доступна в годовом тарифе школы Лавгав. Все ссылки в описании. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски и новую пользу для вас и ваших питомцев.